Приветствую всех, кто впервые зашел на мой канал, и, конечно же, вас, постоянные мои зрители и друзья. Сегодня мы с вами пройдем по рядам фермерского рынка. В Риме 13, 14 и 15 октября проходила ярмарка фермеров Италии. На территории Большого Цирка, там, где в древние времена проходили соревнования на коресницах, в наше время проходят концерты, всевозможные мероприятия, и уже не первый раз проходит здесь фермерский рынок. Три дня поля Большого Цирка было превращено в крупнейший рынок, который представлял продукцию под девизом «Сделано в Италии». «Сделано в Италии». «Сделано в Италии». В пятистах палатках были представлены продукты, выращенные фермерами. В некоторых палатках проходили мастер-классы по приготовлению итальянских блюд. И тут же в палатках готовили вкусную итальянскую пасту, пиццу, всевозможные сладости. И все это было по недорогой и доступной цене. Ну вот, например, если бы вы хотели остановиться здесь на обед или на ужин, то тарелка пасты стоила всего 8 евро. Недорого, вкусно и приготовлено прямо на ваших глазах. Но эти палатки я вам покажу немножко позже. Почти в каждой палатке были дегустации. А при дегустации фермеры с большой любовью рассказывали о своих продуктах. Что касается сыров, то это было просто райское наслаждение. Из такого огромного количества сыром очень сложно выбрать самый вкусный. В Риме также каждый год проходит ярмарка сыров. В 2024 году ярмарка сыров запланирована на 2 и 3 марта. Я стараюсь каждый год посещать такие мероприятия. С фужером вина можно будет пройти по всем рядам ярмарки, где представлены сыры, и все продегустировать. Ну и, конечно же, если какой-то сыр вам понравится, обязательно его купить и угостить своих родных и близких. Точно так же и здесь, останавливаясь у каждой палатки, можно продегустировать тот продукт, который представлен фермерам. Сыры, колбасы, всевозможные деликатесы. Я забежала на рынок уже после работы, чтобы хотя бы пройтись по этому великолепному рынку и снять для вас небольшое видео. Таким образом, приблизить вас к вечному городу и показать, какие мероприятия здесь проходят. Тем туристам, кто гулял со мной в эти дни по Риму, я всем советовала прийти сюда и познакомиться с продуктами итальянских фермеров. И они гуляли, пробовали, дегустировали, обедали и ужинали здесь. Почти в каждом моем маршруте по Риму предусмотрена дегустация итальянских продуктов. И какой же иногда бывает сюрприз для туристов, что мы заходим и совершенно бесплатно дегустируем сыры, салями, черные и белые трюфи и специально для моих туристов еще готовим вкусные напитки. Ну а здесь мы видим, проходит дегустация вина. Мы подошли к палатке, где готовят итальянское ризотто. А вам нравится ризотто? Осенью я обычно дома готовлю ризотто с тыквой и горгонзолой. Потом еще нам очень нравится ризотто с тыквой и сальсичи. Ммм, вкуснота! Сейчас нагуляю аппетит и побегу домой готовить что-нибудь вкусненькое. Пицца. Пицца. Она была придумана в бедных итальянских семьях. Когда в доме было мало еды, разные продукты выкладывали на кусок теста и запекали. Получалось быстро и сытно. Вообще итальянская кухня очень простая и вкусная. И опять дегустация вкусного итальянского вина. А вы знали, что цветные полосы итальянского флага символизируют веру, надежды, любовь. Думаю, никто бы из вас не отказался попробовать итальянские, тонко нарезанные мясные деликатесы. Вот они те самые палатки, где прям при вас будут готовить итальянские блюда. Спасибо. И опять сыры. Меня так и притягивало к палаткам, где были сыры. Я пробовала все. Очень люблю итальянские сыры. Потом после ярмарки по телевизору передали, что за три дня ярмарки фермеров на территории Большого цирка побывало два миллиона посетителей. Поркетта – рулеты свинины, приготовленные в духовке, с хрустящей курочкой снаружи и вкусным ароматным мясом внутри. Очень вкусно. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok В детстве, да и сейчас, это моя самая любимая сладость. Так вот, в детстве я ее называла «ромовая баба», а в Италии я ее называю «баба». Выпечку пропитывают ромом, потом немного отжимают и продают очень вкусную сладость. Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 До скорого! ДимаTorzok 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 ДимаTorzok